В явонный бак залей, но не поедет меньше девяти Купил кулрей, чипую не боюсь, что поршневая сыпется в труху Со светофоров с жигулями рвусь, но так аркану сделать не могу Аркана рвет в сухую ваш кулрей, три папироски под капотом Фи, ты хоть в явонный бак мочи залей, но не поедет меньше девяти Здравствуйте любители красной икры, элитного алкоголя, премиальных автомобилей Добро пожаловать на канал Филавто Сегодня у нас будет Cherry Tiggo 7 Pro Небольшой обзор, потому что мы уже обзор делали большой Есть на канале, ищите Сегодня важно узнать, сколько же этот китаец едет Недавно тестили восьмерку, обязательно посмотрите видос Там китаец реально меня вадухотворил Сейчас у нас будет 7 Pro Заявленный разгон 9,8 Вроде бы Здесь у нас полторашка, 147 сил на турбине и на вариаторе Чем славен у нас Cherry Tiggo 7 Pro? Ну, тем, что скоро будет Cherry Tiggo 7 Plus, Cherry Tiggo 7 Ultra, Cherry Tiggo 7 Pro Plus Ultra Ну, скорее всего, так, да? Cherry, они же любители у нас делать пошаговые модели, менять в своем ряду Вот такая вот задняя часть автомобиля Он у нас, естественно, в максимальной комплектации, напичкан дальше, чем можно Большой багажник Сейчас мы проведем такой небольшой обзор, да, дабы набрать хронометраж видоса, чтобы встать рекламные паузы Вот, ну, все, как говорится, по фэншую Естественно, у нас с собой есть членомер И мы начнем с задней части автомобиля У нас здесь вот такая вот есть картонка И вот такое вот, я не побоюсь этого слова, блядство, да? Почему до сих пор это все не закроют у дилера хотя бы? Друзья, надо закрывать Ну, некрасиво все это выглядит И почему-то другие обзорчики этого не видят Я не знаю, почему Вот, а потом ходят в кепках от Cherry X-Seed Обозревая автомобили Cherry И не говоря вот об этом Я об этом скажу, это видно, да? Я обычный обыватель И когда я приду в салон, допустим, за каким-нибудь автомобилем Я это увижу, мне это не понравится Докатка Небольшой кусочек у нас здесь, шумочки под докаткой Вот, и голый металл Я вот, мне кажется, они чуточку экономят на мелочах Вот именно по прошке, да? И по восьмерке В восьмерке хреновая камера Не знаю, почему В прошке камера просто изумительная, да? Но есть вот это вот небольшие недоработки по тому, что провода не прикрыты Это плохо Так не должно быть Вот, тем более китайцы, вы же стараетесь делать хорошие автомобили У нас здесь одна подсветка Нет у нас здесь розетки Но есть вот такая вот шторка с направляющими Это хорошо, это удобно Опять же, эту шторку мы положить никуда не сможем Если мы ее отцепим Но багажник большой Визуально он выглядит неплохо 90 сантиметров у нас почти в длину И по аркам у нас получается 97 сантиметров Вот, неплохо, хорошо Есть кнопочка, соответственно Камеру заднего хода мы потом протестим Давайте будем смотреть задний ряд сидений У нас здесь, как в максимальной капитации У нас есть все Вот эти вот пикалки, да? Когда подходишь там, говоришь свою фамилию Все это дело открывается Подходишь к ручкам, да, они закрываются автоматически То есть все это есть И в принципе это хорошо Если захотите это убрать Потому что мне это реально мешает То все в мультимедийной системе Там все есть То есть нужно там рукоблудствовать Смотрите, задний ряд Сажусь сам за собой Места здесь много Навалом хорошо То же самое мы видели и в Cherry Tiga 8 Хотел сказать Cherry Tiga 8 Pro Вот такие вот заслонки Один USB вход И подогрев задних сидений Подогрев это хорошо Есть такие кармашки Здесь, естественно, не как в Kia K5 Да, без пластика, без ничего И самое прикольное, что здесь есть Что мне нравится Это панорамная крыша Она большая Она реально большая Потому что она заходит аж за подголовники задних пассажиров Это хорошо Есть у нас также небольшие вот такие вот подстаканники Обычные босяцкие То есть ничем они не примечательные Вот По дверным картам Многие говорят Ну посмотри, посмотри на них, да Я смотрю на них Мне не нравится Сделаны хорошо Такие вот вставки, да Из пластика И здесь, в принципе, все мягенько Не как в Kia Seltos, когда, допустим, в передних дверях все мягко, да А на задней двери у них энтузиазма не хватило сделать чуть-чуть помягче дверную карту Ну, вы же все знаете, кто такие Kia, да Как мне говорил менеджер одного из салонов дилерского центра Kia Кто такой вы и кто такие Kia Вот, ну, вот так вот У нас здесь, смотрите, регулировка электро есть и пассажирского сидения Это очень хорошо Вот такая вот парящая панель Давайте я присяду Есть у нас зарядка для телефонов беспроводная, поддерживается Здесь на самом деле сделано красиво, да Ну, прям, прям реально красиво То, что восьмерке, допустим, здесь все закрыто Здесь у нас скрыто есть вот такая вот небольшая ниша Мы можем сюда положить какие-то свои вещи Это прикольно Здесь есть розетка С другой стороны у нас есть USB Здесь было бы неплохо USB-шку тоже сделать Ну, так удобнее У нас есть очечник Это хорошо С бархоткой Нормально И смотрите, как открывается у нас бардачок Кнопочкой имеет микролифт Ну, единственное, что здесь нет у нас бархотки Но так, в целом, панель красивая Вот такой вот у нас есть экранчик, да Мне тут недавно владелец Coolray сказал Что некоторые на Coolray спрашивают Что, типа, ну, у них там же тоже на Coolray-чике Такой есть небольшой дисплей Что, типа, он снимается, да Здесь вот тоже такое чувство, как будто бы Его вот вытянет, да И начинает там работать Вот такой вот у нас есть рычаг переключения передач Здесь у нас, напоминаю, вариатор Вот Ну, и, соответственно, режимы у нас Спорт и эко Вот Стартовать мы будем в спорте То есть никаких компромиссов Все конкретно Есть у нас Вот такие вот подстаканники Которые, в принципе, еще и достаются И у нас есть охлаждающий Перчаточный ящик Точнее, охлаждающий Подлокотник Вот, это хорошо И подлокотник у нас двигается Вот это тоже Тоже неплохо Так вот, друзья Давайте посмотрим подкапотку Обратим на нее Некоторое свое внимание Дабы, как я уже сказал На восьмерке Вы не думали, что здесь Стоит какой-нибудь В12 Если это Машинка поедет Ну, меньше своих заявленных Паспортных данных 9,8 до сотки Напоминаю Также у нас газовые опоры И вуаля Все закрыто Сюда лазить не надо Вот То есть, приехал на дилера Тебе все сделают Только заливай, как говорится Омывающую жидкость И, в принципе, все Вот Аккумулятор с этой стороны Он открывается В принципе, клеммы видны Если что, можно будет там прикурить Либо Там снять клеммы Обнулиться, как говорится И так далее Единственное, что это вот все Конечно Возможно Проблематично будет Закрываться Но Тем не менее Нас, как говорится Никто не спрашивает И вот такая вот Слогшибательная решетка С каплями Ртути На производителей Корейских автомобилей Друзья Сейчас мы выезжаем на трассу И попытаемся стартануть У нас Очень холодно То есть сцепление Возможно будет Немножечко похуже Но Восьмерка показала Хороший результат Я надеюсь, что Черри Тига 7 Pro Покажет такой же Хороший Напоминаю 9.8 147 лошадей На турбине Двигатель 1.5 На вариаторе Передний привод Поехали Черри Тига 7 Pro Разгон до сотки 9.8 Паспортные данные Ну, посмотрим Сколько поедет Остановились Топочку Пробуксовочка Пошла 10.4 Неплохо Совсем неплохо Итак, друзья Замер номер 2 Поехали Ух ты 10.44 Ну, уже неплохо Уже немножко Прогрелись Хорошо Лишь бы штрафов Не наловить Так вот 9.8 У нас паспорт 10.44 У нас Поехала Черри Тига 7 Pro С двумя человеками Делайте выводы, друзья Но здесь уже, конечно Мощи поменьше Чем восьмерки Восьмерка, конечно Хорошо пуляет Это был канал Филавто Всем удачи И пока Субтитры создавал DimaTorzok